Всем привет! С вами FreeStudio21.com. Сегодня мы разбираем Past Simple Tense. Прошедшее простое время. Past Simple Tense. Прошедшее простое время. Итак, первый вопрос. Для чего это прошедшее простое время нужно? Оно показывает единичное действие в прошлом. Что такое единичное действие? Действие, которое взяло просто и совершилось. Без уточнений, действие в прошлом. Без всяких осложнений, уточнений и всего прочего. Если у вас действие в прошлом, смело можно ставить Past Simple. Более того, в свете того, что я вам скажу дальше, в следующих роликах вы там ознакомитесь и с Past Continuous, и с другими временами. Если вы когда-либо в жизни будете сомневаться, какое же время в прошлом вам там поставить, ставьте Past Simple, если вы не уверены. Ставьте Past Simple, от этого сильно ваша речь не пострадает. Да, будет немножко коряво, будет криво, но в принципе вас поймут. Итак, как он образуется? Образуется он просто. Берём глагол. И у нас два варианта. Первый вариант, если глагол правильный, мы добавляем к нему окончание Ed. Вот такое. Если глагол правильный, Regular. Или же у нас есть второй вариант. Это вторая колонка таблицы неправильных глаголов. Это если у нас глагол Irregular. Irregular. Вот, собственно, и всё. Вот это наше прошедшее время. Вот оно. Я возьму глагол, какой хочу, любой. Ну, скажем, I help в настоящем времени. С прошедшим будет I helped. И дальше у меня прибавляется окончание it. И вот у меня прошедшее время. Тут будет я помогаю. А здесь уже я помогала. Или помогла. Помогла. Напишу. Дальше. I watch. I... Как будет? Правильно. Watched. Вот оно. Вот оно. Окончание. Я смотрю телевизор, скажем. А в прошедшем я смотрела. Теперь дальше. Ещё один интересный пример. Вы уже, наверное, поняли принцип. Если у меня, скажем, будет такое слово. He... Мы же помним, что he, she, it... В настоящем времени там будет кое-что меняться. Но, например, he listens. Он слушает. То в прошедшем времени будет что? Тут у нас окончание s. А в прошедшем времени будет вот так. Listen. Обратите внимание, что у нас просто это окончание чего? Улетело. Оно уходит. S здесь уходит. И остаётся вместо него ставится it. Вообще, запомните, в английском языке на конце слова может быть только одно окончание. Или один суффикс. Как хотите. Нет, суффиксов может быть несколько. А вот окончание in, it, as. Что-нибудь одно должно стоять. Вот это, собственно говоря, всё. Глаголы не спрягаются в прошедшем времени. В этом наше великое счастье. Но зато у нас есть одно усложнение. Если глагол неправильный. Смотрите, что будет. Если у меня, скажем, будет такой глагол. Одно из самых ходовых слов. Так вот, в прошедшем времени будет не вот так. Нет, вот это неправильно. Вот как правильно. Я ходила. Я хожу. Я ходила. Как я знаю, что мне надо поставить went. Обратите внимание, что go до неузнаваемости изменился. Здесь всё упрётся в ваши знания, друзья мои. Вам придётся ни много ни мало выучить около двухсот неправильных глаголов. Самое ужасное то, что все неправильные... Ну, не все, но, скажем так, очень большая часть неправильных глаголов Это очень-очень ходовые глаголы. Те, которые встречаются каждый день. Вообще говоря, неправильными эти глаголы, ну, не совсем верно называть. Они не неправильные. Что значит неправильные? Правильные, неправильные. Все глаголы правильные, в принципе. Irregular, если дословно перевести, это нерегулярные. То есть, они нерегулярно изменяются. Таблицу неправильных глаголов можно найти в любом словаре, В любом учебнике, в любом справочнике сзади, на последних страницах, как правило, она всегда есть. Вместе со словарём там будут и неправильные глаголы. В русских учебниках они с переводами, в украинских учебниках они с переводами, в остальных не знаю. В оксфордских, кембриджских, лонгмановских книгах они тоже даны обязательно, но, правда, без переводов, естественно. Переводы сами будете писать. Но дело такое. Ну, вот смотрите, как оно будет выглядеть. Типичная таблица неправильных глаголов у вас выглядит примерно так. У вас три, условно говоря, три колонки. Перевод нас сейчас не интересует. Значит, первая колонка – это заголовок у него всегда infinitive. Не present, а infinitive. Хотя иногда пишут present infinitive. Тоже правильно. Дальше у вас может быть стоять вот такое. Past. И дальше может стоять simple. Иногда просто пишут past. Это неважно. А вот третья колонка – хитрое такое слово стоит – participle to. Participle to – это депричастие. Мы о нем говорить не будем, я вам просто показываю пример таблицы неправильных глаголов. И вот, скажем, возьмем наш глагол go. И вот он у нас go в первой колонке, went во второй колонке, и gone в третьей колонке. Возьмем глагол be. Самый ходовой. У этого, этот вообще бьет все рекорды. У него два прошедших времени. Was и where. Когда was, когда were, объясню в следующем ролике. Третья колонка – been. Вот, он самый такой уникальный из всех. Дальше берем глагол, ну, какой там, что там, give. Gave. Given. Вообще говоря, если вы внимательно посмотрите на таблицу неправильных глаголов, вы заметите, что глаголы изменяются по определенным закономерностям. Но этих закономерностей можно выделить, ну, штук пять, может, даже больше. И поэтому, чем изучать закономерности, проще выучить глаголы. Далее возьмем come, приходить. Тоже известный глагол, он тоже неправильный. Come, came, come. Более того, друзья мои, я более чем уверена, что если вы мне предложите какой-нибудь глагол на вскидку, там, читать, писать, говорить. Эти все глаголы неправильные. Write. Писать. Он тоже неправильный. Wrote. Written. Вот, пожалуйста. Никакой, вроде бы, закономерности нет. В некоторых группах есть она, но это bring, приносить, brought, brought и так далее. Короче говоря, таблицу неправильных глаголов вам придется выучить как таблицу умножения. Ее надо знать. Ибо, ну, эту колонку-то вы знаете. С вот этой колонкой вы столкнетесь, когда вам нужно будет pass simple образовать. Но более всего, более всего вы будете сталкиваться вот с этой третьей колонкой. О ней мы поговорим, когда будем разбирать перфекты. И вот здесь вот это дело вы будете встречать очень часто, невероятно часто. И поэтому вам надо обязательно знать, откуда у этих слов ноги растут, от каких они образованы и где вообще их можно найти. Так что мой вам совет – запаситесь терпением, выдержкой и выучите раз и навсегда эту таблицу. Потому что, если вы ее не выучите, она всю жизнь будет вас преследовать, так сказать. Теперь едем дальше. Теперь нас интересует... Ну, хорошо. Мы разобрали, как он образуется. Все это очень замечательно. Теперь, как ставить вопрос в прошедшем времени? Чтобы поставить вопрос или ответ, ответить, надо же знать, чего. Правильно, какой вспомогательный глагол. А вспомогательный глагол у pass simple did. Вот он. Он во всех лицах, во всех числах одинаковый. Это, кстати, прошедшее время глагола do. Он от do образован. Это его прошедшее время. Поэтому simple tenses же, они простые времена, они все с помощью do. Почти все, скажем так. Порядок слов в вопросе. Все просто. На первом, нулевом, простите, месте у нас вопросительное слово. Вопросительное слово. Что, где, когда, почему там и все такое. Или вопросительное местоимение. Вообще-то правильно это вопросительное местоимение. Дальше на первой позиции у нас деть. Всегда и везде одинаково. На втором месте подлежащее. Главный герой предложения. Подлежащее. На третьем месте сказуемое. И вот здесь запомните, что ваше сказуемое будет уже не в прошедшем времени, а в настоящем. То есть, если оно было во второй колонке таблицы неправильных глаголов, то станет куда? Правильно, в первую. А если оно имело id, то шо? Правильно, id пропадет. И оно станет в настоящем времени. Без ида. И на четвертом месте остальные слова. Значит, здесь все достаточно просто. Помните только о вот этом подводном камне. Вот это вот очень каверзный случай. Люди забывают и делают дурацкие ошибки. Итак, возьмем пример. Возьмем наше предложение, то, что мы говорили. Так, я уже не помню, какое мы говорили. Так, значит, ну, скажем такое. Я возьму два примера. С правильным глаголом и с неправильным. Yesterday, yesterday we played tennis. Вчера мы играли в теннис. Вопрос. Когда мы играли в теннис? Первая позиция. When. Когда. Так, я, наверное, возьму другой цвет. Потому что синий цвет немного раздражает глаз. When. Did. Обратите внимание, что did изначально в предложении нет. Его надо додумывать. Точно так же, как do и does в present simple. We. Play. Внимание. Tennis. Что у нас произошло? Нулевая позиция when. Почему нулевая? Потому что when могло не быть. Сейчас покажу как. Так, дальше первая позиция у нас did. Все как по книжке. Дальше подлежащее. А дальше у нас сказуемое на третьей позиции. И обратите внимание, что оно без ида. It был здесь. А здесь пусто. Нету. Хотя у нас появилось did, которого не было. Все дело в том, что вот это it ушло сюда. Оно перешло сюда, и именно поэтому здесь did. Did – показатель здесь прошедшего времени. И поэтому ему нужно как-то, ну, какое-то основание, чтобы появиться в предложении. Вот он и появляется за счет того, что забрал it у основного глагола. Ну, это так, чтобы вам более наглядно было. Ну, и четвертая позиция. Остальные слова. Здесь они, это чисто условно. Теперь смотрите, что может быть, если, допустим, по какому-то моему капризу я не хочу ставить вопросительное слово. Я хочу задать общий вопрос. Играли мы его вчера в теннис. Значит, на первом месте у меня будет did. Поскольку нулевая позиция – ноль, ничего не будет, вопросительных слов у меня нет. Did we play tennis yesterday? Обратите внимание, что если у вас какие-то левые слова стоят в начале предложения, они все пойдут в конец. Не лепите их ни в коем случае на первые позиции. Всегда помните о порядке слов. Порядок слов – это святое. Третья и четвертая позиция. Все то же самое, по сути. Все то же самое. Опять у нас дед, забравший на себя прошедшее время. Опять у нас play в настоящем времени. Что же происходит, если вдруг у нас случилось так, что нужно поставить неправильный глагол? Ну, жизнь есть жизнь. Допустим, on Tuesday, I took children to... Там куда? To... 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 to кафе. Чтоб меньше писать. Итак, во вторник я водила детей в кафе. Вопрос. Когда я водила детей в кафе? Во вторник. И у меня будет дело выглядеть так. Опять все то же самое. Абсолютно все то же самое. When did I... Я сама себя спрашиваю, но это не важно. Take children to кафе. Итак, смотрим, что у нас имеется. Ноль. Вопросительное слово. Дед. Первая позиция. I... Вторая позиция. Подлежащая. Take. Третья позиция. Сказуемая. Children to кафе. Четвертая позиция. Остальные слова. Опять все то же самое. У нас did появилось. У нас изначально в предложении его нигде не было. Оно появилось только в вопросе. И у меня слово take вместо took. Вместо took у меня take. Поскольку take неправильный глагол. Took его прошедшее время. Вторая колонка. Из второй колонки он просто перепрыгивает в первую. И все. Опять же, если я задам общий вопрос, у меня будет почти та же самая картина, что в предыдущем случае. Did I take... Трали-вали. Все так же самое. Я не хочу сейчас это ничего переписывать. Все то же самое. Абсолютно. Не суть важно, правильный у вас глагол или неправильный. Механизм один и тот же будет. Теперь, если у меня ответ. Ну, если положительный ответ, все ясно, там никаких проблем. Если ответ у меня отрицательный. Если у меня отрицание. Так, отрицание я другим цветом намалюю. У меня уже в глазах все фиолетовое и голубое. Отрицание. Итак, отрицание в past simple предельно простое. Первая позиция. Подлежащее. Подлежащее. Дальше у нас did not. Или, ну, did not никто никогда не говорит, поэтому didn't говорят. Так, проще. Дальше. Сказуемое. Опять же, сказуемое в настоящем времени. Запомните это. Не ведитесь. Хоть время и прошедшее, но сказуемое у нас в настоящем времени. И дальше остальные слова. Остальные слова. Вот и все. Все отрицание. Это у нас... Так, что-то я хотела нарисовать. Так, уже забыла, что хотела нарисовать. Неважно. Возьмем пример. Возьмем все то же самое предложение, которое и до этого было. We didn't play tennis yesterday. Вот оно. Все как в правиле. Первая позиция. Ой, у меня не тот цвет. Первая позиция, вторая, третья и четвертая. Все просто. Вот оно. Мое сказуемое в настоящем времени. Вот оно. Почему? Потому что did стоит. Did оттягивает на себя прошедшее время. Так всегда и знайте. Если только он появился, значит, у меня будет глагол основной в настоящем времени. Возьмем с неправильным глаголом чего-нибудь. I didn't take children to cafe. Пожалуйста. Опять все то же самое. Didn't, и поэтому у меня take. Не took, take. Почему? Потому что didn't стоит. Как только did появилось, у вас должно быть сразу срабатывать условный рефлекс. Вы сразу должны ставить основной глагол в настоящее время. Вот это, собственно говоря, все. Из этого ролика мораль. Нужно выучить таблицу неправильных глаголов. Всего-навсего 200 глаголов. Подумаешь, ну правда 200 на 3 надо умножить, чтобы было сколько это будет. Это 600 слов придется выучить. Но что же делать. Зато эти слова вам всю жизнь будут верой и правдой служить. Поэтому, друзья мои, учите неправильные глаголы. Флаг вам в руки. Это проходят все. Ничего не поделаешь. Надо. Зато потом ваша жизнь будет гораздо проще и гораздо легче. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.